На два месяца отстают от графика подрядчики, которые строят в Нижневартовске новую школу на 1125 мест. Объект возводят в рамках концессионного соглашения на средства инвестора. Здание должно быть введено в эксплуатацию не позднее февраля 2022 года. Кирилл Волконский побывал на стройплощадке и узнал причины задержки темпов работ. То, что еще пару месяцев назад напоминало гигантский бетонный лес, начинает приобретать свое очертание. Появляются межэтажные перекрытия и даже стены. В Нижневартовске продолжается строительство школы на 1125 мест в рамках концессионного соглашения. Несмотря на активную работу, отставание от графика все же есть на два месяца. В первую очередь сказались затяжные морозы, когда нельзя было проводить работы на улице. А кроме этого пандемия. Изначально многие производители не смогли вовремя выполнить обязательства по поставке необходимых стройматериалов в город. Сегодня все запчасти гигантского конструктора на площадке. Планируем, скажем так, монтаж закончить мы планируем в апреле месяце полностью 100%. Потом монолитные участки, монолитные работы. Я думаю, за летний период мы просто обязаны полностью закончить. Параллельно летом и осенью должны проводить работы по планировке территории будущей образовательной организации. Кроме пешеходных дорожек, зеленых зон, там построят стадион для проведения занятий по физкультуре. Чтобы все успеть, подрядчики намерены привлечь дополнительных рабочих. Сегодня на стройплощадке трудится 120 человек. Согласно договору консессии, ввести школу в эксплуатацию должны в феврале 2022 года. Закупочные процедуры там по оборудованию. Ну, соответственно, как только будет контур закрыт, приступят к отделочным работам. Стоимость строительства объекта составляет миллиард четыреста. На сегодня выполнена работа на 280 миллионов рублей. Новая школа станет первым образовательным объектом, который построят в городе благодаря концессионному соглашению. Согласно такому договору, муниципалитет, выступающий как заказчик, вправе жестко контролировать ход работ, чтобы инвестор выполнил свои обязательства в срок. Выкупать объект регион будет поэтапно и только после того, как школа заработает. Кирилл Волконский, Александр Цитаренко, Вести Югория, Нижневартовск.